Мы можем ограничить степень полиморфизма функции с помощью явного указания ее типа. Рассмотрим пример. Перед нами реализация функции mono, которая принимает один аргумент и возвращает его же. Тело этой функции ничем не отличается от тела функции id. Однако мы обозвали ее mono, потому что эта функция является мономорфной функцией. Мы указали более конкретный тип, чем тот общий тип, который выводился у нас для функции id. Функция id могла работать с произвольным типом. Наша функция mono может работать только со значениями типа char. Таким образом, если мы вызовем эту функцию на значениях типа char, то мы увидим, что она работает ровно так же, как id. Если же мы вызовем эту функцию на каком-нибудь другом значении, например, на булевом, мы обнаружим, что наш интерпретатор возвращает нам сообщение об ошибке. Он говорит, что ожидаемый тип это тип char, а актуальный, действительный тип, который туда был передан, это тип bull. Мы можем частично ограничивать полиморфизм функции. Второй пример, функция semi-mona, как раз является примером такого частичного ограничения. Здесь мы говорим, что это функция двух аргументов, работающая так же, как разобранная нами на прошлом степе, функция const. Она возвращает свой первый аргумент, полностью игнорируя второй аргумент. Здесь тоже с помощью явного указания типа этой функции мы говорим, что первый аргумент этой функции должен быть строковой. А что касается второго аргумента, мы оставляем его произвольным. Поэтому эта функция полиморфная по своему второму аргументу, в качестве второго аргумента мы можем передавать все что угодно. И мономорфная по первому аргументу. В качестве первого аргумента мы можем передавать один единственный конкретный тип. Если мы не указываем тип явно, то Haskell выводит так называемый наиболее общий тип. Закомментируем соответствующую строчку с указанием типа функции semi-mona и попытаемся перегрузить наш модуль. Теперь если мы спросим про тип этой функции, мы увидим, что тип стал полиморфным. Haskell вывел самый общий тип, который он может вывести из структуры нашего выражения, которое присутствует в правой части. В правой части у нас, безусловно, присутствует очень простое выражение. Но обычно в Haskell правая часть это некоторое сложное тело функций, в которых у нас происходит применение функций операторов к другим функциям операторов или литералам. Аппликативная структура всего выражения, которое стоит в правой части, как раз диктует Haskell некоторый набор уравнений. Каждое применение какого-то идентификатора к другому идентификатору Haskell может сказать следующее. Справа тип произвольный, а вот слева тип должен быть обязательно стрелочный, потому что применять мы можем только функцию. Haskell в процессе вывода типов строит некоторую систему уравнения, основанную на этом соображении, дальше разрешает ее, но разрешает наиболее общим образом. Соответствующий алгоритм носит название алгоритм Хиндли-Дамаса-Милнера. Система вывода типов Haskell базируется именно на этом алгоритме. И этот алгоритм выводит так называемый самый общий из допустимых типов. Если на тип не наложено никаких ограничений, то Haskell говорит, что мы используем переменную типа. Если же накладываются какие-то ограничения, то да, Haskell говорит, хорошо, этот тип мономорфизирован, и мы используем, скажем, тип чар, как в примере с нашей функцией моно и первой версией функции семимоно. Субтитры создавал DimaTorzok